Рассказываем, почему агностики могут спокойно ходить в православные храмы, чтобы там не говорили батюшки и катхизаторы. А также в православные храмы могут ходить католики, протестанты, мусульмане, даже там кришнаиты, родноверы, даже сатанисты, да хоть пастафариане. Батюшки, когда говорят, что кого-то в храм надо не пускать, они ссылаются на правила какого-то поместного или вселенского собора. А когда эти правила писались, люди разных религий отличались друг от друга по ряду вполне объективных признаков. Например, одеждой, например, национальностью, например, жили в той или иной местности. Вот Иисус Христос встретил около колодца Самарянку. И они прекрасно видят друг друга, кто какой веры, причем из-за лика. А сейчас при всем желании отличить людей разной религии невозможно. Он может назвать себя хоть агностиком, хоть православным, хоть сатанистом по настроению. Если устраивать экзамен при входе в храм по догматическому богословию, так и сами не пройдете с большой вероятностью экзамен. То есть агностик же это тот, кто считает божество непостижимым, не поддающимся человеческому разуму. Так если обыкновенный православный не учил догматическое богословие, то он, в общем-то, от агностика неотличим. Поэтому ходите в храм и никого не бойтесь. Разумеется, если вам там в храме что-то нужно. Что нужно агностику или представителю другой религии в православном храме, мы не знаем. Наверное, вам виднее. Да, вам виднее. В храм могут не пустить не по религиозному признаку, а по социальному. То есть он или не так одет, или он приходит в храм и начинает что-то говорить. Можно задавать неудобные вопросы. Да. Ему скажут, ты пришел на богослужение или на философский диспут. Если на богослужение, то стой спокойно. Если на богословский диспут, то не туда обратился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!